ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Спасибо. Обратите ваше внимание на все это линфобу, как проявление болезни запустили с двумя обстоятельствами. Обстоятельная линфопатия. Зудящие кузелки. Пожалуйста, сладенько. Зудящие кузелки, возникающие. Неизвестные. В литературе последних лет эти паповые получили различные названия. Их называли гранулемо-окарику, персистирующие кузелки, стойкие чесуточные кузелки, патологические напорки при чесуточке, постскопиозная лимфопатия кожи, скопиозная лимфопатия кожи. Вот и... Плесили в Казахстане в Москве. Дальнейшие ученики и в технологии... Плесили в Москве. Плесили в Москве. Спасибо. У нас есть honor. Это очень трудно поговорить с вами. И разговаривать с вами с вами. Что я буду говорить очень быстро сегодня будет немного о моей компании в Украине. Компания зовут Фотомедикс. Он немного расскажет о своей компании и о развитии компании в нашей стране. Компания находится на NASDAQ Stock Exchange в Украине с символом PHMD. На сайте вы видите название этой компании. И что мы делаем медицинские устройства, в основном лазеры, для помогать докторам, хоспиталам и лазерам. Я хочу начать в лазерской поговорке. ЦИТО, ТУТО, ЮМАНДЕ Что-то напоминает анимпийские идеалы, анимпийские призывы, устаревывающие сильнее. Но переводит ЦИТО, ТУТО и ЮМАНДЕ Это совет, который нам оставили еще древние врачи. И переводится он так, что лечить надо быстро, эффективно и приятно, или компоентно, как сейчас примут такой термин у нас. Я хочу сказать, что это касается любого дерматоза, которым мы занимаемся, потому что, действительно, это движущая сила в разработке новых методов лечения. Ну, и вы знаете, какое колоссальное значение имеет лечение рейковых заболеваний мужа. И если можно сказать на сегодняшний день, что мы лечим гладкую кожу, и даже волосистую часть головы довольно быстро, довольно эффективно, мы гарантируем терапевтические изучения, а вот высокие и довольно приятные, то вот этого пока еще нельзя полностью сказать в лечении грибов по поражению ногтей. Дело в том, что гриб так долго внедряется в ногтевую пластинку, потом вывести его оттуда очень трудно, и я хочу сразу сказать, пока нет еще, к сожалению, не создан на человеческом уникальной молекулы, которая позволяла бы, накапливаясь в ногти, уничтожать тут же грибковый агент. А нужно до тех пор лечить, пока не вырастет новая ногтевая пластинка. Это пока еще является законом. Как известно, антопические дерматические больные во всем мире, от развитости стран, и на термин такой пришел, как вы сами понимаете, не очень давно. И до сих пор в нашей стране, в других странах, этот термин не очень еще приятен. Но я считаю, что надо его принимать в нашей стране, поскольку у нас вместо этого термина есть эксклюзативный диетез, детская экзема и так далее. Но я тоже был долгое время сторонник, не принимает такой название технический дерматизм. Я думал, что эта эксклюзативная диагноз будет полностью объемкающим, тем более, что это придумано в нашей стране, это не может быть профессором Максом в самом деле. Но, тем не менее, время идет, и мы сейчас перевозим на струковую экзотину, если я понимаю, что слово диагноз это предрасположение, это не такой диагноз, по этому поводу метеобы или, может быть, какой статистики. Поэтому... ...и появляется больше, как и авторских, так и уже и на реке. Но, когда мы приходим дать нашему врачу возможность разобраться на всех этих препаратах, в группе активальной терапии, которая привела достаточно быстро устранение той инфекции, с которой по ней он поступает в данном случае, когда речь, там, желчая, это микротическая инфекция. ...это шпакет этого герпеса, герпес минетальный. И, на самом деле, это приводит очень много проблем в административную герматологию, это приводит внутренним к вопросам, связанным с терапией этого заболевания. И вот позиция, по крайней мере, нашей кафедры, ведущих герпидологов России, базируется на том, что простой герпес – это заболевание, которое может поражать различные глобусы кожи и слизисток, и не стоит, в общем-то, врачам только внимание обращать на одну единственную герпесацию, связанную с областью генерала. Смотрите, насколько широк спектр герпидологического синдрома и эмпетических болезней. Абсолютно темно, ведущий герой играет в прошепотступной липофейной гриппом . Это такие заболевания, как сепарейный драматит, сепарейного латинской части головы, сепарейный псориаз, у нас атлопические романтики, даже лица, полиасезия фарикулит, гназация. Сказал, что такое может быть качество жизни, как нормальная душа. Конечно, не о таком качестве жизни идет речь. Сегодня качество жизни больного понимается как те стороны жизни, на которые заболевание то или иное оказывает потрясающее воздействие. Вообще, в современном технологическом мире, как мы знаем, в последние годы очень часто привлекают исследования к различным индексам. Вот я говорю. Касающиеся простого герпеса ведутся уже в середине 60-х годов. Естественно, что все новое, что проявляется в мире по этой проблеме, мы стараемся внедрить в практику, если, естественно, эти методы заслуживают внимания. Следующий год. Мне хочется сегодня остановиться на некоторых новых моментах, которые появились в последние годы. Вопрос химиотерапии. Если вы знаете, еще с конца 19 века. В настоящее время известно науке более 50 разновидностей трихомонадов. Но для клиницистов интерес представляют три. Это ротовые, кишечные и урогенитальные. И, конечно, наибольшее значение имеет урогенитальный трихомонад. Ну, если охарактеризовать проблему трихомониаза в настоящее время, то, пожалуй, можно выделить три момента. Первый момент, с одной стороны, это достаточно, пожалуй, самое хорошо изученное заболевание из всех инфекций, передаваемых половым путем. Имеются многочисленные сведения, говорящие в этиологии, патогенезе, имеются высокоэффективные методы диагностики и лечения. Это с одной стороны. С другой стороны, пожалуй, второй момент заключается все-таки в чрезвычайной распространенности урогенитального трихомониаза. По-прежнему ежегодно в мире им страдает от 170 до 200 миллионов человек. По-прежнему его удельный вес в структуре ППП самый высокий – 24,7%. Заболеваемость их самая высокая – 317 случаев. Дерматомикозами страдает до 30% населения, и чаще всего они проявляются в виде микозовства. Этиологически уже сегодня останавливаются этиологически. Это основную группу представляют дерматомики до более 60 миллионов. Один правильный механизм – возникновение агны. Поплотается старый традиционный минус лечения на лечения. Также разрабатывается новый алгоритм лечения группой агны. Однако, в общем, произведено, что раннее лечение, со временем это лечение, особенно физологический công, приводит к этому поводу практического развития. ...мне неизвестны. Держисти... Я буду себе наполнить эту пианину общих местных провоцирующих параков, которые, конечно же, необходимо учитывать и при испытании лекарственных препаратов, и при назначении их последствия лечения. Место – это влажная среда, это трещины, травмы, нагрузки, микроповреждения, на твердой пластинке от уникаловая проблема. Следующее, пожалуйста. Классификация амонихоминкоза. Ну, по степени и глубине поражения антипластинки различают поверхность, белый амонихоминкоз, дистальный или дистально-матеральный с различной степенью под ногтевого гиперкератоза, выраженности к ногтевого гиперкератоза и максимальная форма поражения ногтевой пластинки, опять же, с выраженным гиперкератозом, не выраженным гиперкератозом. Следующее. Берите, у меня есть мой диск. Даже, правда? Спасибо.